Это невысокое качество, то надо либо поменять команду, либо проводить какие-то обучающие тренинги и семинары. Я рассказывал про проект, в котором я присоединился, в котором был полный МС, 4-летний ДАЛ, где были символы табуляции, вместо пробелов. Но люди не понимали многих вещей. Когда я начал им рассказывать, что, ребята, мы сейчас принедрим какой-то чек, контроль и не будем разрешать вот этого, мне стали спрашивать, а почему? Почему вдруг, например, я им стал говорить, например, мы что-то начали им запрещать. Не вспомню, что, но какие-то идеи по контролю качества. И они начали спрашивать, почему это такое. Они даже не понимали, что это нужно. Они не говорили, ну, это тяжело, мы уже так привыкли. Они совершенно искренне не понимали, в чем дело. Мне пришлось их обучать, пришлось проводить семинары. Я просто стал говорить, ребята, каждый вторник мы собираемся, и я вас обучаю. Просто волонтер такой. Я такой же, как вы, программист. У меня там была такая, ну, я в синем был, они были там просто. Не важно даже, кто я. Я просто стал говорить, ребята, давайте проводить обучающие семинары. Никому же неплохо от этого. Они все пришли от работы, я пошел в начальство, договорился, что один час в неделю никто не работает, а слушает какого-то преподавателя. Я сказал, преподаватели будем менять, хотя никто ничего не менял. И я сам там рассказывал, и так через несколько месяцев они начали двигаться. Кто-то появился, кто-то, какой же поддержку. Я, соответственно, учился поддержкой. У меня, кстати, несколько раз, люди приходили с таким вопросом, ребята, и спрашивали, что вот делать, если поддержки нет. Я один, вокруг меня 10 человек, и все пишут, там, вот, считают, например, что нулпойнтер это прекрасная вещь. Хотя я вот считаю, что это плохо, и этот человек тоже считает, что он читает мою книжку, говорит, я тоже считаю, что это плохо. Но у меня в команде все считают, что это ерунда какая-то, а Егор тролль. И вот в этой ситуации он не может ему объяснить, он не может ему показать, там, мое видео или мою книжку. Они говорят, это тролль. И стои, меня отметают вместе со мной, его книжкой, с ним, с этой идеей. Он ничего не может сделать. Он говорит, что он не делает. Я ему говорю, начинай проводить семинары, изучающие, и у тебя появится один человек в поддержке, второй человек в поддержке. Через полгода у вас будет трое, уже будет три против восьмерых. У вас появится какая-то сила. Собирай себе такую группу поддержки. То есть работай над политическую борьбой. Через время ты победишь. А что делать, как контролировать качество под ревью? То есть ревьюмера самого, что он не халявит. Ну, мы делаем, ну, хороший вопрос, мы, безусловно, люди халявят. Безусловно, люди будут делать, нажимать кнопку и говорить, мне все подходит. Мы делаем, у нас, более жесткие подходные, поэтому мы... Получается конфликт двух людей. Один человек хочет, чтобы его код смержен. Второй человек хочет, чтобы его код, второй человек его ревьюит. То есть мы делаем как? Мы, во-первых, мотивируем ревьюера на любое решение. Мы говорим, ты получишь свой какой-то бонус. Ну, я просто по результатам оплачиваю. То есть мы говорим, ты закончил задачу и получил свой бонус, когда ревью закончено. Либо ты отриджекся, либо ты затруднен. То есть мы не мотивируем его на обрук. Мы говорим, любое твое решение будет считаться законченной работой. Это раз. Интересно того, кто принес код, мы тебе говорим, мы закроем твою задачу, когда будет смерть. А мне все равно. У меня в любую сторону, я где буду сказать no, тоже все закончится. Плюс к этому мы мотивируем ревьюера. Мы, может быть, будете смеяться, но мы мотивируем на количество месседжей, которые он оставит во время ревью. Чем больше он напосят туда вопросов, хода, тем больше он получит бонус контур. — А как же у нас пустые вопросы? — А там же есть второй человек. Ты же не будешь пустые вопросы отвечать. Ты пойдешь тогда кроч 1, скажешь, бред какой-то, человек халтует, он задет мне глупый вопрос. То есть он не может пойти на полный конфликт, он на полный саботаж этого всего не пойдет. Он будет отвечать на какие-то вопросы. Но он мотивирован на длинное ревью, он мотивирован задать побольше вопросов. А ты мотивирован на короткое. На этом конфликте, получается, мы ловим на танцы. Ну и опять же, ревьюмер, если все равно разработчик, ему хочется пройти ревью, а этому все равно, ну, образно говоря, не могут договориться. Так ему все равно он хочет заработать, но этим он заработает какие-то поинты или деньги за угленное ревью, он хочет позадавать больше вопросов. Ему заплатят, если он задумал, что это окей или не окей, ему заплатят условно 100 рублей, а если он поспрашивает, или задаст 20 рублей, ему задаст заплатят 500 рублей. Ну, конечно, он поспрашивает, а спрашивает, он, естественно, будет задавать вопросы по сути, потому что ерунду, он спрашивать не будет, он уже, ты его увидишь, ну, если его увидят, это можно будет легко понимать. Вот так мы, мотивация на месседжер. Егор, а как вы считаете, как... Клиент, который хочет результатов, да, у нас раз за разу человек не может набивать за год, потому что он должен сидеть и делать, ну, не знаю, тесты на сетях, да, условия. Ну, в нашем случае мы, поскольку мы платим за результат, клиент в этом случае деньги не потеряет, он потеряет скорость, потому что мы же все равно заплатим в конце года за коммитер. Что же с теми для него, да? Ну, скорость денег не для всех, не для всех, не всем клиентам так важна прям скорость, кому-то важно, чтобы было бы вложились в бюджет. То есть он хочет качественный код, и поэтому если ты сделаешь этот качественный код с пятой попытки, волшебно. То есть у вас клиент, который принимает... Да, но есть клиенты, которым нужна скорость, тогда мы смотрим на успешность твоей работы, собираться в бейтл, то есть написать, писал что-то, прислал на код-ревью, мы тебя подревьюировали, заплатили ревью, а тебе не заплатили, потому что ты еще не получил. Ну, мы тебя отбраковали, у тебя раз минус какой-то тебе поставили на аккаунт, второй раз у тебя такой минус, третий раз, мы тебе меньше задали. То есть еще микро-транзакции какие-то? Да, да, мы считаем, да, мы наблюдаем, мы метрику ведем, мы понимаем, у тебя раз в fail, два в fail, три, а у соседа нет такого, он коммитет и принимается, мы начинаем на него задачи перевернуть. Как добиться того, чтобы люди не сваливались в какие-то там затыки, споры бесконечные под ревью? Да, хороший поинт, у нас всегда, то, чего я не сказал на докладе, всегда в проекте есть архитектор, человек, который на девелопере настоит, и он принимает окончательное необсуждаемое решение. Мы за техническую диктатуру. То есть если архитектор сказал так, то это не важно, что думал один девелопер, что думал другой, принимается однозначное решение архитектора. Поэтому есть однозначные судьи, с которыми невозможно спорить, то есть если он сказал правду, то на мой взгляд это мотивирует, повышает меня. Теперь мы видим, что это правильное решение. Да, и мне не будет интересно работать, опять же, да, если бы высокий уровень, а мне просто команда, ну и какой смысл? У меня был такой случай, реальный в моей практике, ко мне я был архитектором, такую философию привнести, что архитектор однозначно принимает решение, плюс у нас есть контроль качества. Ко мне пришли два девелопера, реально качественные, это было в Европе команда была, реально хорошие девелоперы. Они пришли, потому что наш чекстайл не пускал тернарный оператор. Знаете тернарный оператор, да, вот посильный знак, двоиточие, вот нельзя, пишите и в стендейл. Ну там, это было там Java, пишите и в mail. Один пришел и говорит, я уже 15 лет программирую, тернарный оператор, это хорошо. А второй пришел и говорит, ну чекстайл, говорит, нет, поэтому они на ревью столкнулись. Один был ревью, он другой девелопер. А он ему говорит, не проходит это дело, они пришли ко мне вместе, вот они спорят. И тот прав, и тот прав. Один говорит, я эти операторы использую, короче так, одна строка, у меня реально одна строка. Так четыре строки, зачем увеличивать количество кода, понятней же так. А тот говорит, нет, у нас есть правило, по всему коду мы тернарный оператор не используем. Я послушал их обоих и сказал, вы оба правы, я принимаю решение в эту сторону, свободно. И все, и они это вызывают больше уважения, чем если бы я, ну, ну, мы подумаем и себе металл. Я понимал, что оба правы. Какой, кстати, тогда принял? Я сказал, что Чикстайл прав, хотя тот парень, кстати, был более действительно профессионал, он лучший был девелопер. Ну, он, пожалуй, плечами и ушел. Но мы не потеряли от этого никакого, он только стал у меня больше уважением. Я ему сказал сразу, что ты прав, я бы тоже так делал в другом проекте. Ну, в этом проекте, да. Ну, в этом проекте, да. Нет, но здесь договоренность. А какое-то решение, техническое решение? А почему? А он его, да, он потому что прислал, положу, pull request присылает, даже если Чикстайл фейлится. Ну, это зря, да. Но он прислал с целью, так сказать. То есть это баг от файлайдов? Не, а pull request же можно засобменить любой человек, а потом его, чтобы смерчить, нужна еще тулзан. У нас же так, ну, так там. Я понимаю, но когда он пришел? Да, ему вывалился, ему там Travis сказал, да. Да, ему сказал красный, а он хотел поинт сделать, он хотел нам доказать. Он прям пришел с такой проблемой. Нет, а если техническое решение именно спорное, то есть и такой, и так, и так. Я бы всегда действовал, как я сказал. То есть смотрим на обе ситуации, если есть архитектор. И архитектору так нужно говорить, что нужно делать в таком формате. То всегда держись в какой-то одной стороне. Но принимай техническое решение, не оставляя его на... Ни в коем случае, ни в коем случае я против технической демократии. Это когда, ну, мы сейчас все сядем на путь пятеро, мы проголосуем. Никаких вариантов таких не должно быть. Есть технический архитектор, который всегда принимает решение. Девелоперы знают, что этот архитектор будет, и стараются без него решить. Отвечая на вопрос, что бывает такое, что в ревью сошли два человека, один пытается доказать, второй пытается доказать. У нас такое бывает. Потом в конце один пишет. Я все понял, это мнение больше неинтересно. И зовет архитектор. И все. В этом случае архитектор заходит, прочитал переписку, понимает, что было полновение мнений. И говорит, я за это, я вот за лево. И все. Они оба расходятся. А вот ты сказал про ротацию ревьюеров. Типа, ну там какой-то определенный уровень должен быть? Или ты считаешь, что все должны проходить эту ротацию? У нас флэп, у нас ротация. И в итоге повышается уровень тех, кто... Да, я думаю, что должна быть случайная ротация. Егор. А как тогда джойнер, если он ревьюит? А у нас двойной ревью всегда. У нас перед мержем всегда архитектор делает финальный ревью. А это ревью? Ревью это архитектор. Никто. Архитектора уже никто нет. Егор, а как вы относитесь к такой вот позиции, что код ревью нужен в командах, где низкий уровень программистов? Вот что вы по этому поводу думаете? Насколько это правда? Ну, я слышал мнение, что юмит-тесты пишут только новички. Нормальные программисты пишут. Это реальное мнение. У меня есть прям реальные чаты с людьми, которые ко мне приходят, программист, и говорит, вы юмит-тесты пишете? У вас слабая команда, наверное. Трудно возразить, что это. То же самое по код ревью. Я считаю, что чем профессиональнее девелопер, тем меньше он доверяет самому себе, и тем больше он доверяет инструменту. Тем меньше он хочет вообще задумываться о том, что происходит. Он хочет, чтобы оно все само делало. Я вот на прошлой неделе на конференции говорил, что у меня 25 опенсорсных проектов. К каждому из них, некоторому из них по 3-4 года. Я помню, что там. Нет. Иногда налетает какой-то там pull request, налетает какой-то тикет из open source. Мне нужно за полчаса вникнуть то, что там есть, смержить это все и затеплоить новую версию. Ну как я это сделаю, если я буду себе доверять? Я ни в коем случае себе не забегаю. Я прям знаю, что там все под контролем. Там когда-то, 3 года назад, мной или кем-то был настроен этот байтлайн. Поэтому я сейчас тут что-то нажму, и оно точно вылетит. Я не буду сейчас так, и разберусь как оно работает. Не, не, не. Я верю в то, что там есть. И поэтому чем выше профессионал человек, тем больше он старается свои знания выкинуть из головы. Тем меньше надо держать в голове. У меня был доклад, с которым я это говорил. Я говорил, что чем более вы, чем легче вас заменить в проекте, тем выше вы профессионал. Вы должны быть легко заменяемы. Вы должны ничего не держать в голове. Ноль стресса. Пришел, открыл ноутбук, добавил какие-то там контроль, проверки, код, закрыл, забыл. Не думать о том, что там будет дальше. Все время выкладывать свои знания в код. Усиливать пайплайн, усиливать тесты, добавлять туда все. Туда, туда. Не себе. Не надо чтобы. Я знаю, как здесь должно быть час. И тебя зовут из другой комнаты. И ты приходишь. Да, 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 да. Вот здесь вот должно быть так. Так не должно быть. Вопрос. Ну вот как все сводится к архитектору, да? То есть как понять, какие качества должны быть у правильного хорошего архитектора? Каким качествам должно быть? Дальше вот я пришел, допустим, в командный-позработчик, да? Понять вот этот архитектор. И, ну, я хочу с ним, я хочу знать, значит, когда мне пора лопатить из команды, когда я понимаю, что он у нас не может быть? Ну, можно коротко ответить на это. Можно длинно. Короткий ответ – это нужно, чтобы… Нужно чувствовать, что он лучше вас по качеству. Ну, профессионального уровня. Должно быть там что-то такое, что… Должно чувствоваться, что он умнее, что ли, опытнее. Это такой общий ответ. А поточнее у меня есть на блоге статья, она называется «Каким должен быть архитектор?» И там, там, семь или восемь пунктов, я прям подряд описываю. Я помню из них сейчас только три или четыре. Помню только последний – должен быть дорогим. Я действительно так считаю. Он первый должен быть лояльным проектом. Ну, там есть целый ряд величин. У меня про архитектора есть на блоге три или четыре статьи. Я вот анализирую эту позицию. Это, на самом деле, на мой взгляд, очень важная и критичная позиция. Проект, весь проект держится, в общем-то… Ну, каков архитектор такой проект? Как это свою заменимость? Команда должна быть супер взаимозаменяемая. Девелоперы должны быть абсолютно взаимозаменяемыми ресурсами. Мы должны думать о себе как о ресурсах. Мы должны понимать, что мы пришел, ушел, добавил код, убрал код, пошел в новый проект. Мы ресурсы, мы двигаемся. Архитектор стоит с проектом дольше. Архитектор за него, как бы, отвечает целый год. Поэтому, чтобы ему не быть в дистрессе, он должен максимально накачивать этот pipeline, максимально вкладывать усилия в то, чтобы нас удержать под контролем. У нас вот эти ковбои, которые пришел, ушел, наплевать на все, закоммитил, ушел, закоммитил, ушел. Чтобы их держать под контролем, надо наворачивать тесты, надо их заставлять писать тесты, их заставлять писать integration тесты. У нас, например, любой pull request, если он приходит, если с ним не приходит тест вместе, то это однозначно режим. Мы всегда спрашиваем, откуда ты знаешь, что то, что ты прислал, работает? И начинается. Так у меня работает. Я тут все запустил. Все работает. Прекрасно. Это что значит? Что мы дальше будем зависеть от него. У него же оно работает. Давайте его искать. У кого там оно работало? А то вот у этого месяц назад. Ну давайте его искать. Где он? Он ушел. Так не должно быть. Мы должны знать, что он нам отдал все свои знания. Как у него там оно работало. Как это нужно было запускаться. Он все это вложил в проект. Мы попрощались. Завтра он может продолжать работать с нами. Он будет новый тип. Но он должен мыслить, этот человек, как ресурс, который использует проект. Не в плохом смысле ресурс. Не надо понимать, что нас не уважают. Нас очень уважают. Мы ценные ресурсы. Но мы ресурсы. Мы контрибьюторы. Мы должны быть контрибьюторами, а не knowledge accumulator. Мы не должны аккумулировать знания. Мы должны их контрибьютировать в проект. Кто это должен сделать, чтобы так происходило? Архитектор. Архитектор должен быть озабочен тем, чтобы забрать у нас знания. Забрать знания о том, как оно работает, как оно тестируется. Куда эти знания сложат? Но программистам не выгодно отдавать знания? Конечно. Ну естественно. Для нас это job security. Мы понимаем, что нас завтра уволят. Я понимаю, что это так. Но держаться за рабочее место просто потому, что я знаю, как эти тесты запускаются, это дорога в никуда. Лучше становитесь профессионалами как-то по-другому. Поднимайте вашу стоимость на рынке. Поднимайте ваше качество как человека, который способен создать то, что не будет работать без меня. И дальше вы сможете рассказывать, что я сделал такую систему, что я ушел, а там это все работает уже два года. И я там так настроил, и я в этом участвовал. Теперь я в новом проекте, завтра еще в каком-то проекте. Держаться за свой стул просто потому, что я контролирую скрипт, и только я знаю, как он работает, это дорога на пенсию, но не дорога к развитию. Вы так удержитесь какое-то время, но все будет идти вниз. И вы, и ваша карьера, и компания, все вниз. Наоборот, думайте о том, чтобы сделать так, чтобы от вас ничего не зависит. Как вот в этих красивых картинках относиться к осознанному говнокоду? Ну какой-нибудь GNA, который провоцирует писать паблик филды, например. Ну нельзя там по-другому. В сеть Checkstyle зарвется там 300 багов, что у вас паблик филд в классе. И сиди, говори, нет это, потому что это на каждый. Ну есть нестандартный ответ на это дело. Стандартный ответ звучит так, изолируйте. Изолируйте код. Если у вас какой-то шип-код там, который где-то находится, пытайтесь его произолировать в отдельной репозитории и не трогайте. Если же у вас такой стандартный ответ не подходит, и вы не можете произолировать, и вам реально контрибьютить туда, да, то есть спросить изменения, ну плохо вам. По возможности не делайте. Ну вот теперь самому, честно, там пришел этот код, он зареджектировался от того, что вы Checkstyle, ахитектур съел и начал говорить, что да, я понимаю, что это говно, но тут так и надо. Ну мы можем законнектиться, и я вам потом пришлю его. Сказать, что ну пусть он, там действительно 300 галочек надо проставить, потому что у каждой из этих ошибок это нет. Вот тут либо ему свобода больше, но тогда он может и наставить на реальность. Ну короче, у меня общее тут, мы как бы не изобретем, да, пули никакой, но те же, во-первых, тяжело, трудно, требуйте, значит, больше денег, больше времени. Объясняйте, куда вы попали. Объясняйте, что здесь контроль качества, это будет магия, а не инструмент. У меня непрофессиональный подход, когда мы настраиваем байклайны, Checkstyle и стандартные инструменты из индустрии, все красиво, все волшебно, все летает. А так здесь не будет, потому что какая-то команда написала то, что за ними никто не следил несколько лет подряд, они писали как могли, у них не было никакого Cartier's Integration, про Unitest они не слышали, и теперь вы меня нанимаете на стандартную зарплату и хотите отменять чудо. Но не получится, что вы пытаетесь объяснить менеджерам. Показывайте доклады на конференции, объясняйте, как это работает, что здесь будет труднее. Чтобы было труднее, нам нужно больше времени, больше денег, другие специалисты. Но в итоге вы должны все равно идти к одному и тому, к увеличению усиления этого байклайна. Будет трудно, будет, может быть, не Checkstyle, может быть, другие какие-то инструменты, но надо это делать. А что делать с критичными баг-фиксами? Критичными баг-фиксами, от которых у заказчика все условилось, можно ли как-то скроить прохождение конвейера? Ну, да, тоже хороший вопрос. Сейчас наслышу, да. Что делать, если у нас настроен красивый пайплайн? Я перефразирую вопрос. Настроен красивый этот пайплайн, все контролируется, а потом прилетает нам баг, который нужно через 15 минут задеплоить, а наш полный цикл займет ревью, это вся история, это два часа. Нам нужно задеплоить. Тогда берется и отключается. Все это и делается шорткат, например, как в Амаде, когда заходили прямо на продакшн, терминалом и меняли PHP-ку. Ну, потому что человек не может заплатить нам. Немытыми руками. Что мы будем делать? Ждать у него пайплайна? Мы, конечно, так делаем, но когда мы так делаем, мы потом делаем ретроспект, мы садимся и начинаем думать, почему так случилось, почему так произошло, что на пайплайне у нас вынуждены были бы на продакшне делать напрямую такие изменения. Что, в чем вина? Кто виноват? Начинаем понимать, где у нас дырка в пайплайне. Никто плохой, никакой программист там что-то свалил. Никто задеплоил. Кто вчера ночью выложил этот пайплайп? Да не важно, кто выложил. А почему мы дали ему доступ? И почему он не прошел полный... То есть, вы понимаете, любой политический бак, это же результат какого-то... Это же последствия. Это же следствие. Это не произошло. Первопричиной является наше невнимание качественно. Мы невнимательно настроили и дали возможность проскочить напрямую. Поэтому мы садимся, анализируем и понимаем, сколько нам уже времени, денег, усилий, чтобы улучшить, пофиксить дешевые уни-тесты, добавить уни-тесты, что-то такое. Но, безусловно, это технический толк называется. Даже больше, чем технический толк. Если я сразу напрямую что-то выложил, у меня получился код похуже, и я, если это просто проигнорировать, сказать, слава богу, а еще бывает такой, есть еще один такой термин Hero Dream был. Герои управлять. Это когда кто знал, как зайти на продакшн и в каком файле поменять, это герой прямо вместе. Это совершенно тоже категорически неправильный подход. Не должно быть героем. Мы не должны сделать ставку на героя. Более того, если есть такие люди, которые знают точно в каком файле что поменять, но это наш недостаточно. Мы не должны их приветствовать, мы не должны праздновать эту ситуацию. Мы должны говорить, молодец ты, конечно, так сделал, но почему же ты нам вчера не сказал, что так может быть? Скрываешь это? Зачем нам эти герои? Нам не нужно... И дальше в паяльник берешь? Да, да, да. Начинаешь, да. И кто-то из него, да, действительно, ему нужно эти знания достать. Он же действует в голове. Он же хочет сидеть на стуле подольше. А мы должны бороться с этим. Такой постоянный конфликт между проектом и девелопером. Мы не друзья с проектом. Мы должны постоянно помнить, что импозиторий и мы это две враждующие стороны. Мы хотим все поломать, мы не хотим ни о чем думать, а импозиторий хочет у нас забрать все знания и себя защитить. Вот тут такая ситуация. Вернем, в первую очередь, я как разработчик, но у меня две... Ну, стресс получается. Да, с одной стороны, я хочу вот закоммитить, да, и сделать то, что я сделал, чтобы оно пошло, дальше заработать. Но для этого, чтобы оно прошло, мне надо вот там написать бейковый тестик. И вот, получается, что я должен пойти на сделку сайсусти как-то или иначе, да? Чтобы пойти, пропустить, покупать свой фонд, я должен обмануть и сказать, что типа здесь кавыч есть, но я знаю, и все на перепью знают, что это... Ну, если вам удастся обмануть и софт, и одного редьюера, и архитектора, ну, и хорошо тогда, нет мудрости. Можно на этом уже строить бизнес небольшой. А потом можно пойти найти этот баг и получить денег. Ну, так и есть. Если на самом деле вся команда не против такого, не против этого качества, ну, значит, ну, значит, так команда хочет. Просто просто мне покрытие. Красиво? А реальные цифры? У нас реальные цифры в джава проектах это 80 тысяч. по олайн-коверчу, да? А вообще, какая это деятельность? По дублированию по дублированию мы не контролируем. У нас такого вообще нет, но есть инструменты для контроля для нагрузки. Так, начинается новый тракт. С покрытием? Как ее лучше применять? Ну, тупо поставить на самом деле 80% то это... Ну, бежитам не одна цифра. Например, Джей Коко выдает 4 цифры. Пранч-коверч, ланч-коверч, метод-коверч целые полу-коверы. Что-то там еще кало. Поэтому это 4 цифры. У нас 80 там, 60 там, 70 там, они разные. Но надо, как мы делаем, это мы что-то написали, так обычно происходит, мы что-то взяли, существующие, и померили цифры. Он выдает там, 47, 58, такие и такие. Мы берем, что он выдал, ставим как лимит. Говорим, не низ. Все. И пошла разработка. То есть ниже уже не опустится. Это градусные, да? Это градусные, да? Ну, а что еще? Ну, я могу любить градусные. Не, ну, мутейшнл тестинг, в общем-то, решает проблему фейковых тестов. Ну, мутейшнл тестинг. Мутейшнл тестинг. Мутейшнл тестинг. Мутейшнл тестинг. Да. Второй же есть другого места. Вот они присылают ревью там, который меня такое видел, на котором я такой. Вот этот код, а вот тесты для гетерописоторов, я смотрю на этот я вижу, дорогой, а для сюда тесты есть, и он начинает рассказывать, ну, было трудно написать, ну, напиши на выборе. Это мне меня тоже, я написал, хороший тест на то, что вы видите, со стороны глядя, на заботы. Это хороший тест, который проверяет там, большую часть. Новый кмутейшнл тестинг не проверяет, потому что вот там текарничает, бывает. И у меня выбор. Мне надо написать фейковый, дурацкий тест, который мы все понимаем, что он дурацкий. А почему он фейковый, дурацкий, а не действительно запалится и правильно протестировать? Ну, бывают ситуации. Ну, бывают. Ну, идёшь на стековый, спрашиваешь, как ты сперёд править конструктор. Четыре года ждёшь. 80 обвотов на 65 тысяч репутаций. А правильный вообще? Правильный астрактный и правильный вообще не коверид. Что бывает с того, что мы имеем в виду кейсами? Ну, есть branch coverage, есть метод coverage. Ну, конечно, только строки кода, это не единственное. Ребят, вы не забывайте, что вот эта вся автоматизация, про которую рассказывает Егор, это только один из quality gates. Он самый простой, он самый первый. Мы отсекаем то, что очевидно плохо. Отсюда всё только начинается. Это же не то, что попал в репозиторий и всё идёт на production. Есть коды reviews, есть тесты интеграционные, есть ещё... Весь попланчик впереди, мы только-только начали. И вот там вот это всё, что нам сейчас, мы пытаемся найти какие-то юзкейсы, и сказать, ага-га, Егор, как ты предлагаешь сделать неправильно, оно всё отвалится там. Это первая защита, это первая линия обороны от совсем уже шлака. Шлака. Да, абсолютно. Была ли вообще нужда оставлять этот конструктор? Правильно? Ну я не помню ту ситуацию, это пять или шесть лет назад, но мне нужно... Я тогда больше скорее игрался с coverage. Это я так рассказал, типа этот реальный проект. Это была такая больше игра... Но нормально за репутацией хрипанул. Да, да. Это была такая больше ситуация, мне прям хотелось добиться стопроцентного coverage. Я хотел доказать себе и команде, что мы это можем сделать. Я уткнулся в ситуацию этого private-конструктора. Потому что проект маленький, в нём там каждая строка имеет смысл. Понимаете, если в проекте было 100 тысяч строк-кода, племь на этот конструктор, добавь там где-то по хрой тейт-геттеров и тестеров, ситуация исправится. Но тогда у тебя всего там тысяча строк-кодов, и теперь каждая строка counts. Кстати, где игрок? А? Ну есть масса примеров. Ну так 100 нигде и не требований. Это же то, что Егор говорит, это же вот это красноглазики, это же всё не про нас. Сколько нормально? 80 нормально? Ну вот 20% всякого того... Ну что это не ачиво? Что это нереально? Да, что это будет многовато? Это можно такое поставить, но вы очень быстро увидели, что тяжело будет разрабатывать. Вы настолько сделаете жизнь девелоперам тяжело, что они просто говорят, что, слушай, я вообще не могу разрабатывать. Ну и кроме того, кроме того, надо же... Вы же говорили, помните, про то, что Егор говорил, про то, что review-ить надо то, что важно. Если вы сейчас провоцируете разработчиков писать дурацкие тесты, их нужно будет review-ить, и это будет отвлекать внимание от того, что review-ить надо, от хороших тестов. Про колец и гель. Посмотрите, есть хороший pipeline, куда, ну, на самом деле, когда репозитория тяжело подпихнуть код, джамочные имеют. И вот всё как хорошо работает, но вот потребность видна такая, что в проект пришёл поэтому. Ну что-то что-то как-то купать и... Поэтому, да. Ну хорошо. Где-то почитали. Ну вот вроде как мы теперь можем коммитить по этим код, вроде как есть ребюнгеры более-менее адекватные, и всё хорошо. И вот потребность бизнеса такая, что в проект пришёл баш. Немного баш, а более-менее продвинутых инструментов под баш, насколько мне видится, особо-то и нет. Качество падает, пришёл негативный такой, значит, заказчик. А как пришёл баш, и с ним вместе не пришли тесты на баш? Нет, у меня другой вопрос. Подожди, до этого. Что, какая может быть, в принципе, в этой вселенной потребность бизнеса, которая будет тебе, за тебя решать, какой у тебя технологический стэк? Почему бизнес решать технологии? Вот как бы как? Пришёл твой CEO и сказал, надо срочно писать на баши? У тебя была реально бизнес-проблема. Как ты её решаешь? Это дело технорей, а не бизнеса. Хорошо, если CEO не предложил, настоятельно предложил делать это на башах, я, как бы, уже прочитали на журнале, что есть баш, да? Такое бывает. Хорошо, допустим, предположим, это есть, да, такие CTO я встречал, да. Он прочитал про Python в журнале и сказал, что теперь на Python. Ну, а как так получилось, что вы добавили код Python и не покрыв его тестами? Нет. Потому что это ещё более-менее хорошо. Python был просто так, для красного смысла. Проблема с башом. Ну, баш тоже тесты на него писать не надо. Почему нет? Напишите .test.sh, ну да. Пишите, давайте докер, контейнеры, вот это. Поднимайте весь ваш что в докер, запускайте там этот баш. Ну, конечно, всё может быть. Обязательно. Чем более того, это важнее даже, чем тесты на джайвер. Потому что это ближе уже к интеграционному уровню. Эти юнит-тесты это написать может не вы, так завтра мы наймём кого-то, кто напишет. А вот тот, кто пишет эти баш-скрипты, это складывание задачи. И поэтому должен писать к ним тесты, тот кто их создаёт. Поэтому это супер критично. Когда приходит ко мне тоже pull request, там вот столько на баши, и типа пометка. Я всё сделал. Я говорю, круто, а как я это могу проверить? И начинаются разговоры. Ну, я ему говорю, а ты сначала тесты бы написал, а потом бы писал свой код. И начинается этот ТДД, который ни у кого не работает. Слушай, я прошёл час после доклада, я наконец придумал, что бросить. Наконец. Значит, смотри. Репозиторий, в принципе, source control, кроме того, что он централизованное хранилище знаний и так далее, он ещё своего рода бэкап. То есть мы коммитим для того, чтобы ничего не пропало, когда у нас завтра умрёт компьютер. В том числе, да? Значит, в принципе, теоретически то, что ты говоришь, что у нас очень агрессивные репозитории, которые постоянно со мной борются, мне нужно приложить больше усилий для того, чтобы, ну, забэкапить мой код. Решается это, естественно, в бранчах. То есть вместо того, чтобы там, сабмитить в мастер, пока я не готов, я делаю собственный бранч, подготавливаю там всё красиво, оно всё ещё лежит на гитхабе или где-то там, и потом у меня есть pull request. Значит, в чём дилемма, в чём конфликт? Конфликт в том, что агрессивный репозиторий означает, что у меня будут намного более долгоиграющие бранчи. Да. Потому что пока я всё приготовлю как надо, пройдёт время, в это время мастер убежит вперёд, конфликты вызовут ещё более отложенный мерч, который, как по твоим словам, я с тобой полностью согласен, повышает вероятность того, что этот бранч никогда не будет замерчен. Чем у меня более агрессивный репозиторий, тем меньше шансов, что мой код попадёт в мастер, что мой бранч... Или жизни. Да, всё именно так. Всё именно так. Проблема организационная. Не технически, а организационно. Для того, чтобы эта проблема ушла, нужно мотивировать девелоперов на закрытие бранча. То есть они должны что-то получать, когда у них получается смеш. Что-то получать. В нашем случае это деньги, в вашем случае это могут быть поинты, какие-то там птички, какие-то галочки. То есть нужно, чтобы девелоперу было кровно важно, чтобы он был очень заинтересован в том, чтобы закрылись его бранчи, чтобы его полуреквесты были смешаны. Это супер важно. Потому что действительно, если я сижу просто, мне нужно отсидеть месяц, то действительно у меня будет куча бранча открытых, они не будут везены, не будет никакой мотивации. Вот, спасибо вам. Потому что действительно это проблема. Правильно было сказано, что агрессивный репозиторий и я, девелопер, у нас конфликт, и мне как бы нужно воевать этой репозиторией, ежедневно идти на войну. У меня должна быть какая-то бонус за эту войну. Я должен, выигрывая каждый раз, получать что-то. Шоколадку, 2 доллара, 100 рублей, что-нибудь. Тогда девелопер будет воевать, он будет входить в стресс, побеждает, отходит. Опять входит в стресс, побеждает, отходит. Если у него будет бранчик копиться, это будет просто говорить о том, что он беднее становится каждый день. Зачем ему? Что он будет делать, чтобы этого не случилось? Он будет делать маленький бранчик. Он просто, если он нормальный, если он профессионал, он понимает, что он хочет, он будет коротенький бранчик. 50 строчек, 30 строчек. Только дайте мне смертность. Как угодно. Я уже не хочу 2000 строк. Все, я забыл. Мне нужно 30 строк затолкнуть. Он будет заталкивать короткими инкрементами. Все повысится, качество повысится. Почему повысится? Потому что мы будем ревьюить инкрементально короткие изменения. Последний вопрос. Да, давайте. Последний вопрос. Вот там он. Долго. Уже. Кто? Вот человек с башен. Да. 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 Закрытые холл-реквесты. Предположим, такая ситуация есть. Нет, мы пока еще. Это еще ботанянул. А, сейчас. А, сейчас. Закрытый холл-реквест, замерзенный хилл-т ему нравится, как называется, класс. Он туда пишет комменты. Должен ли он возвращать это в работу? Должен ли он создавать на это? Ну, ответ в конце, конечно, должен должен. Безусловно. Чем больше, тем лучше. Чем больше бага, тем больше. Все, что мне не нравится, я всегда так делал, я говорю. Все, что вам не нравится, это баг. Вот все, что ты смотришь на коды, тебе как-то не нравится, по-любому, это мне не нравится. Это непонятно, это здесь я не разобрался, это вообще хотелось бы по-другому. Что за странные инии переменные. Это все сабмитинг туда, все накидываем эти баги. Это отвечает на конец вопроса. А начало вопроса, если архитектор ушел в отпуск на месяц и оставил проект без архитектора, это категорически недопустимая ситуация. Должна быть замена, должен быть другой архитектор. Нельзя, чтобы проект оставался без архитектора, это вообще недопустимо. Это как самолет без пилота. Такого не должно быть. Архитектор человек в проект, он не уходит. Уходит программист, ушел в отпуск, вернулся. Это взаимодаменяемые ресурсы. И чем они более легко заменяемые, чем легче нам отпустить программиста, и потом он вернется через месяц и подхватит, вот это классный проект. Вот это классный архитектор. Вот так должно быть. А когда мы, ой, уже уходит в отпуск, что мы будем делать? Это проблема всех нас. Это значит, мы такие лузеры, мы такие непрофессионалы. А не то, что нам нужно, или когда говорят, нам нужно удерживать команды. Мы такие классные, что никто не хочет от нас уходить. Это глупость, это не должно быть так. Мы классные, потому что от нас легко уйти. Мы не поломаемся. Вот тогда мы классные. Когда мы держимся за людей и прямо говорим, что никого потерять нельзя. У нас этот знает все платежный модуль. Этот знает все про фронтенка. Мы такого фронтенчика нашли. Молодцы. Вы бы лучше построили этот юнит тест. Любой фронтенчик с вами работает. Нет, они искали фронтенчика. Это другие люди. Здесь нет фронтенчиков. Нет, те, кто ищет фронтенчиков и пишут тесты, это разные. Ну то есть, нехорошо.